Почти у каждого человека утро начинается с чтения прогноза погоды, но ведь куда интереснее посмотреть на этот прогноз. Этот стеклянный кубик не просто предсказывает дождь, в нем буквально начинает идти настоящий дождь, примерно за сутки до дождя на улице. Все любят вафли, и по большому счету без разницы какой они формы, но печь вафли в виде звезды смерти, я считаю гениальное дизайнерское решение. На свете существует огромное количество антистресс игрушек, и всех их объединяет одно, они не несут никакой практической пользы. Ну, кроме этой. На ней нарисована карта в очень мелком масштабе, а чтобы рассмотреть ее поближе, нужно хорошенько этот шар сдавить. Привет, с вами канал Фактория. А такие столы с прикрепленным к ним одеялом и обогревателем популярны в Японии, где в домах бывает очень прохладно. Но скажите честно, кто бы отказался от такого столика, хоть и не в Японии живет? Очень простая вещица, измеритель порций спагетти, для ребенка, для девушки, для мужчины. А последний вариант для тех, кто говорит, я такой голодный, что съел бы лошадь, в которой влезает почти целая пачка спагетти. Ну а что, за свои слова отвечать надо? Сказал, что голодный? Вот, ешь! Дом для кошек, который можно перестраивать и комбинировать как угодно, чтобы он не надоел животным и не занимал слишком много места. Впрочем, к чему все это? Все равно пустая коробка от обуви остается для кошек идеальным убежищем. Любите устраивать бои подушками? Ну, конечно, любите, кто ж не любит? Так вот, специально для любителей устраивать баталии, дизайнеры сделали подушки в виде различного оружия. И весело, и безопасно! Вместо того, чтобы пустить старые пеньки на дрова, какой-то дизайнер решил превратить их в светильники для сада. Причем такие, которые идеально впишутся в природный ландшафт. Для любителей ездить на велосипеде по городу создали специальную систему удобного оповещения других водителей на дороге о действиях велосипедиста. Крошечный прибор проецирует знаки прямо на спину. Обувь, которая будет точно соответствовать форме вашей стопы, это ли не мечта любого нормального человека? А ведь такую уже придумали. Она буквально наматывается на ногу. Гамак для кошки, который может крепиться абсолютно к любому стулу или креслу. Вот вроде такая малость, а кошки счастливы. Если у хозяев нет возможности поваляться в гамаке, то пускай хотя бы животные за них отдыхают. Признаться честно, я долго не мог понять, что это за странный стеклянный шар, висящий посреди комнаты с панорамным остеклением. А это, представьте себе, ванная. Да, а вся эта комната с розовыми диванчиками – это санузел. Хотя данное слово с трудом подходит к этому великолепию. Вообще-то этот кран создавался специально для экономии воды. А то, что он позволяет любоваться струями воды, так это просто побочный эффект. Это изобретение по достоинству оценят все девушки, которые знают, что проходить целый день на каблуках сравнимо с полноценной пыткой. Именно поэтому какой-то добрый дизайнер придумал туфли, у которых каблук снимается, превращая их в повседневную обувь. Рабочее место для настоящих трудоголиков. Ну или на случай, если домой не пускают. В общем, внутри рабочего стола оборудовали полноценное спальное место. Вполне уютное, надо отметить. Обычной лампой в доме уже давно никого не удивишь. Хочешь прослыть оригиналом – освещай свою комнату, ну хотя бы луной, не меньше. Казалось бы, при чем здесь стиральная машинка? А вот есть у нее одна совершенно фантастическая особенность. В нее можно добавлять вещи прямо во время стирки. Да, те самые, которые вы забыли загрузить сразу. Вот только не надо говорить, что вы никогда не забывали. Зарядка для телефона, которая вырабатывает электричество благодаря температуре напитка в вашем стакане. На самом деле довольно странная штука. С трудом представляю себе ситуацию, где она могла бы пригодиться. Всем нравятся воздушные шарики. Так почему бы не украсить ими свою комнату? Хотя бы в виде светильников. Днем это обычные воздушные шары, а по ночам они светятся. Этот стакан не просто так сделали с острым дном. Его практически невозможно опрокинуть. А каждый, кто хоть раз заливал себе клавиатуру напитками, подтвердит, что это очень полезная способность для стакана. Специальные горшки для растений с имитацией естественного полива дождем. Кроме того, что они мило выглядят, они еще и обеспечивают оптимальный рост растений, благодаря условиям, приближенным к природным. Почему такие шкафчики-гладильные доски до сих пор не продают в каждом хозяйственном магазине? Хотя, может, вам уже встречались такие гениальные решения? Тогда присылайте свои фотографии по ссылкам в описании. Хотите завести у себя в спальне настоящую тучу? Ну, почти настоящую. Конечно же, это тоже светильник, но мне кажется, в сочетании с лампой луной, которую показали ранее, смотреться будет просто великолепно. Крайне забавное дизайнерское решение, заставляющее людей покупать сразу две банки напитка вместо одной. Ведь никто не захочет покупать половину персонажа вместо целого, правда? У вас может быть просто обеденный стол, а может быть обеденный стол, по которому протекает река с прозрачной водой, позволяющая видеть стол насквозь. Такая ерундовая вещь, просто удлинитель для крана, чтобы детям было удобно мыть руки. Но вы только представьте, от скольких хлопот избавляет такая безделушка. Кому вообще нужны обычные половники на кухне? Если можно купить половник в виде лохнесского чудовища, который будет прекрасно стоять прямо на дне вашей кастрюли, изящно вытянув шею. Специальная лампа, которая позволит вам читать ночью книги и при этом не мешать никому включенным светом. Подсвечиваться будет только страница и больше ничего. Про гарнитуры хэнс-фри для телефонов все слышали, а как насчет зонтика хэнс-фрии? Надевайте эту конструкцию себе на плечи и... Если вы по каким-то причинам испытываете нежные чувства к пустым бутылкам и не можете отправить их на помойку, то дизайнеры предлагают превратить их в светильники при помощи специальных пробок с подсветкой, которые нужно подзаряжать по USB. Никогда бы не подумал, что обычный журнальный столик может превратиться в украшение всей комнаты. Но тут дизайнерская мысль явно ушла дальше моей фантазии. Шнур этих наушников ярко мерцает в темноте в такт музыке. Помимо того, что это просто прикольный аксессуар, вообще-то они предназначены для велосипедистов, чтобы их легче было увидеть ночью на дороге. Похоже, что у дизайнеров настоящая аллергия на скучное освещение. И они врубают фантазию на полную катушку для того, чтобы придумать что-то необычное. Например, гигантский карандаш, который будет освещать вашу комнату. Тарелка специально для тех, кто никак не может понять, как нужно правильно питаться. Чтобы было проще, она разделена на сектора для разных видов пищи. Но какой светильник может лучше подойти для ванны, чем гигантские мыльные пузыри, висящие прямо над раковиной? Это просто идеальный вариант! Какой-то умный дизайнер из фирмы Лего умудрился изобрести тапочки. Ну да, это почти как заново изобрести велосипед, но конкретно эти предназначены специально для ходьбы по деталькам конструктора. При этом и детальки не ломаются, и ногам не больно! Эти гигантские цветы на самом деле фонари, установленные на улицах Иерусалима. Они раскрываются, когда к ним приближаются пешеходы, причем жарким днем они дарят тень, а ночью освещают пространство вокруг себя. По-моему, это прекрасно, когда обычное окно превращается в личный балкон. Жалко, что такой фокус можно провернуть только с окнами на мансардном этаже. Когда есть возможность посмотреть на узор зонтика? Правильно, во время дождя. А в другое время увидеть его и не получится, поскольку на этих зонтах он проявляется только если их намочить. Скажите честно, сколько раз вы врезались в углы, проклиная всех создателей мебели, узкие коридоры и собственную неловкость заодно? Так вот, перед вами решение этой проблемы. Теперь удариться об угол физически не получится. Горшки для цветов, которые сами будут пить воду из стакана по мере необходимости. Идеальный вариант для тех, кто надолго уезжает из дома, а поливать его растения некому. Чемодан-шкаф просто вершина дизайнерской мысли. Теперь не нужно думать, что брать с собой в дорогу, просто берешь весь шкаф. Хуже, чем искать край скотча, может быть только одно. Отклеивать уже приклеенный скотч. Но оказывается, уже давно придумали липкую ленту со специальной разделительной полосой, которую нужно просто оторвать, вместо того, чтобы отклеивать весь скотч. Почему мне такой не попадался? С помощью этого хитрого надувного матраса заднее сидение автомобиля можно превратить в полноценное спальное место, на котором можно выспаться, вытянувшись в полный рост. Специально для пчеловодов придумали улей, из которого мед вытекает сам. Пасечники, конечно, довольны, а вот насчет пчел я что-то не уверен. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok